Самых смелых, быстрых и умелых выбирали накануне среди учеников кадетских классов школы номер 4. Здесь прошла игра «Веселые старты». Соревнования были приурочены к юбилею победы в Великой Отечественной войне. Организатором мероприятия стало Ненецкое отделение регионального общества «Динамо». Ольга Русул продолжит. Семиклассница Карина, ученица кадетского класса 4-й школы, сегодня вместе со своей командой принимают участие в игре «Веселые старты». Трудностей девочка не боится, хотя среди конкурсных заданий есть не совсем простые. Мне кажется, у меня с этими огнетушителями все проблемы. Не умею, не понимаю. Соревнования среди учащихся 4-й школы – это не новшество. Регулярно ребята участвуют в различных спортивных мероприятиях, но в таком формате игра проходит впервые. Противогазы, пожарные рукава, бронежилеты и резиновые дубинки – в каждом конкурсе профессиональный компонент кадетского направления. Ученик 7-го класса Алексей только что выполнил сборку и разборку автомата. Задание состоит из того, чтобы как можно быстрее разобрать его. И у нас это не очень получилось, потому что автомат новый и очень тугой. Можно делать? Да нет, это мышечная память больше. Просто запомнил и все. И потом уже на мышечной памяти разбираешь и все. Кадет Вика Балакшина самым легким заданием считает бег и все задания на физическую выносливость. Кадетский класс девочка выбрала не случайно. Ну, я решила попробовать что-то новенькое. Нам рассказали, что там присутствуют разные кадетские компоненты, которые нам могут понравиться. Например, как хореография, где мы учимся танцевать бальные танцы. По этой идее нам рассказывают про правила безопасности. И юный спасатель нам рассказывает про нештатные ситуации. Как говорят, в веселых стартах побеждает дружба. Но за правильностью выполнения заданий командами следит профессиональное жюри, в составе которого сотрудники полиции и МЧС. Ребята молодцы. То есть, в принципе, все, как вам сказать, все понятно. Они справляются со своими задачами, то есть, в спортивных мероприятиях. Эстафеты легкие, в принципе, не тяжелые. Видно, что готовились, да? Видно, что готовились, да, ребята. То есть, четыре команды в данном случае у нас. И они все готовились и подготовлены к данным конкурсам. Стараемся тоже поддержать их в каких-то моментах, не заметить оплошности, которые они допускают. А бывают оплошности? Да, конечно, безусловно. А какие? Ну, в частности, в данном конкурсе ребята неправильно одевают противогаз постоянно. Стараются надеть его с затылка. Надо противогаз, конечно, надевать с подбородка. С инициативой провести такие веселые старты к руководству школы обратилось региональное общество «Динамо». Участники движения давно сотрудничают с учебным учреждением. Наши ребята участвуют, как я уже сказала, традиционно в таких мероприятиях. Но здесь добавлено именно разборка и сборка автоматов. То, что у кадетов, у кадетского компонента в обязательном порядке и работа с огнетушителями, да, умение спасти жизнь другого человека и как правильно пользоваться в чрезвычайной ситуации. Поэтому ребята сегодня показали достаточно хорошие навыки, я вам хочу сказать. Хотя они маленькие, но они молодцы. Необычные веселые старты – это своего рода посвящение в профессию, считают участники общества «Динамо». Ведь ребята проходят подготовку в специальных классах полиции и МЧС. Потому что ведь в школах они и так уже с обручами, с мячиками, они бегают, играют. А вот именно с огнетушителем и в противогазе, и в бронежилете, я думаю, сегодня вот они ребята попробуют. Для них тоже будет новшество, сегодня изюминка вот этого мероприятия. По итогам соревнований лучшей командой жюри признала гвардию, а лучшим – и ее капитана Александру Харитонову. Она получила кубок. Все призеры и победители удостойны грамот и медалей.